28 лютого 2022 года у Беларуси были анонсованы антивоенной акцией протесту. У призначенный час каля Минского вокзала собрался шмат техники, а силовики затрымливали людей, которые скандовали не войне. А голому той день было затрымано больше за 70 человек. Среди их была и девчина, которая выпадкова стала видоводницей Хапуна и вырошила знять затрымание на видео. Моя двухмясовая камера было 17 человек, ведуя, что у некоторых жаночных камерах было по 11-14 на розную колькость ложков. У хлопцев было 35 человек на пятимясовую, забирали теплые речи. Наша камера была без раковины, с просаками и мокрыцами. За перенаселение была духота. Час от часы у ночи прочинались от того, что не хапая поветра, кормушки не открывали. Кормили раз на сотни. От тех, кого забрали 27 лютого, я доведулася, что их накормили только ранецы первого сыковика. Тых, кого перевозили на Жодино, в угле не кормили. Незалежно от того, коли яны поедут. Могли перевести у вечера. Человек, по их логице, не повинен, есть целый день. Однако рахунки повыставляли усим за трехразовое харчевание. Ну и по классице. Без матраца, убелизны. Хлорку не лили. За три дни разбудили только один раз. У треходины ночи на перолик. А прочу сяго, у нас здаруся конфликт с сумнавядомым супрацовником Акрэстяна, Яугенному Рублевским. Тому, что мы попрасили туалетную паперу и открыть кармушку. У отказ пачули. За что боролись, на то и напаролись. И лаенку. Пачался конфликт па меж нами и ему. Вынику одну жанчуну, оттягнуть яши паспела, бо зразумела, хто он таки. А другую Рублевске вывела на калидор и удару головой абстяну. А так мы один одного паатрымливали, абдымали и супакойвали.